Да, надо сказать, что именно в комбинированной программе 40% оценки зависит от художественного впечатления. Не от сложности, не от исполнения, а именно от художественного впечатления. Да, потому что именно их много, и они должны правильно компоновать свои произведения. Ну а следом уже сборная Германии выходит. Такое было впечатление, что она упала. Нет, я думаю, это было запланировано, она как будто бы ее толкнула. Да, лихо, лихо так туда прыгнула, да, вроде бы. А, они вот как такие, не знаю, как пьяненькие что ли. Что-то какое-то странное, да, такое странное начало такое, фривольное очень. Посмотрим. Ну вот поддержка, несмотря на то, что выполнена с плеч, а не с решетки, да, очень даже неплохая высота была на поддержках. Да, довольно прилично. На поддержках ни в коем случае нельзя касаться дна. За это снимается два балла. Причем мы не говорим о том, чтобы встать на дно, да, просто случайно коснуться. Так как сейчас в синхронном плавании очень многоуровневые поддержки, а стандарт Международной Федерации водных видов всего 3 метра, то могу сказать, что на Олимпиаде мы были очень аккуратны в Лондоне, чтобы не коснуться, не дай бог, дна. Там стоят свободные камеры, да, высокий вылет. И может быть очень опасно. Ноги длинные у вас, у всех тоже можно... Да, всего 3 метра глубина. Да, глубина стандарт спины 3 метра. Это действительно опасно. Ну вот насколько все-таки, вот при ближайшем рассмотрении, насколько заметна разница в работе, да, вот у швейцарок, которые были до... Мне кажется, ну вот чуть-чуть погрязнее, и это заметно. Ну, во-первых, конечно же, можно сказать, что швейцарская композиция более отработанная, а во-вторых, конечно, здесь девушки себе позволяют больше отдыхать и менее насыщенная композиция, чем в швейцарской команде. Ну и, конечно, мы видим то, что сборная команда Швейцарии все-таки более были подтянуты. На самом деле я удивлена, что сборная команда Германии выставила комбинированную программу, потому что бывали чемпионаты Европы, которые вообще проходили без участия спортсменов из этой страны. Поэтому, в принципе, я думаю, что у них на определенном уровне все-таки синхронное плавание развивается. Для нас это очень важно, иметь представительство в разных странах и в разных европейских странах. Вот, поэтому мы порадуемся за эту страну. Вот, с чего-то надо начинать. В принципе, да, что уже есть такое количество довольно профессиональных девушек, которые в состоянии на чемпионате Европы выступают достойно в любом случае. Да, да, да. Наша олимпийская чемпионка Юлия Васильева долгое время работала в Германии. Вот мы сегодня тоже очень интересную тему затронулись на металле, хотели у тебя тоже узнать. Ну вот, когда выступают, да, девушки в соло, у некоторых, вот так как, да, мы все время говорим, что именно работа и, судим, в основном ноги представлены, они должны быть красивыми, да, длинными, красивыми, качественными. Вот. Некоторые девушки красят ноготки, да, а некоторые нет. И вот я как раз спросила, это как вообще, ну, приветствуется тренер, может посоветовать или наоборот, или нет. И первый раз мне вдруг, вот когда Ваня Николаевна об этом сказала, что у нее, оказывается, есть такая проблема с девочками, когда они выступают в группе, что у них разноцветные, ну, у каждой же свои, тем более сейчас, ты знаешь, да, вот это новшество, уже несколько лет шелак, и люди делают себе ногти на несколько недель, и этот лак так вот просто не сотрешь и не накрасишь новый. Вот есть такая проблема, представляешь, вот группа, образ один, все должны быть одинаковые, а если на ногах разноцветные лак? Ну, я вообще могу сказать, что я сейчас уже как тренер вообще против того, чтобы были накрашены ногти, особенно на ногах, по очень простой причине, что у всех спортсменок абсолютно по-разному натягивается подъем. Бывают девочки, у кого очень сильно подъем натягивается, и, то есть, ногтей вообще не видно, да, бывают девочки, у которых подъем тянется не так. И при постановке вертикаль студии могут сразу видеть разницу, да, где более натянутые ноги, где менее натянутые. Именно по лаку, потому что он яркий, он сразу бросается в глаза. Ну, а если говорить, конечно, уже о профессиональных командах, то мы, как правило, стараемся, конечно, либо все вместе красить одинаково, либо не красить вообще. Ну да, потому что такой разнобой, он тут, ну, категорически не приветствуется. И я, честно говоря, просто об этом никогда не думала, и вдруг представила себе эту картину, да, какое-то хорошее произведение, программа, и вдруг вот такое... Да, это было бы, конечно, не очень хорошо. Вот видите, сколько... Вроде мелкие, да, нюансы, а очень важная вещь, чтобы все уже совпадало. Ну да, вот у всех, да, по-разному ножки как-то так складываются, да. У кого-то даже иногда вообще пальчиков бывает не видно. Они прямо как-то могут так загнуть. Вот купальники почему-то они выбрали какие-то совсем не контрастные. То есть, девочки, они и сами беленькие, да, и почему-то... И такого цвета купальники. Здесь, конечно же, важно все. Ну да, в принципе... И цвет купальника, и вырезы, ну, абсолютно все. И, конечно же, корона, как мы называем. Это украшение на голову называется корона. Да, в принципе, вот, наверное, такого цвета купальник, ну, был бы нормален на... Ну, более загорелое, да, тело. Тут надо было бы что-то поярче, наверное. 76, это... Проиграли. Да, худший пока результат. Они, да, даже англичанам проиграли. Ну, увидели, что, конечно, было очень много погрешностей, но вот зато подготовили красивый поклон. 0, 0, 0. 0, 0. 5, 0, 0, 0. 5, 0, 0.